Добрый день! Наши корреспонденты передают из Италии. В масштабах вырабляют сыр и творог. Зазнакомительный на весь свет пармезан и мясовый вяндлин под названием «Прошутто» Парму называют гастрономичной столицей краины. Так само усталевались остатки помеж белорусскими и итальянскими фермерами. У межах протокола об намерах с Итальянской национальной ассоциацией живеловодов «Фрызона» специалисты кормянщины, шачерщины и открытого акционерного товарыства «Мелковита» отримали в опыт работы по технице пересадки эмбрионов буйной рогатой живелы. Затекавленных представников Гомельщины гостинно приняли у мэри города и провинции Парма. Почас встречи прогучали слова подяки от губернатора Гомельской области Владимира Дворника за допомогу, якую нам оказали улады, громадские объединения и жахары Италии после Чорнобильской катастрофы. Финальная кропка официйной встречи у Парме стали подписания погоднения поміж провинцией Парма и гомельским «Аблвыконкамам» об гандлёво-экономичном, навуково-технічном и гуманитарном супрацовністве. Дальний визит – это очень важный визит, очень значимый визит, который позволит нам развивать уже существующие отношения в сфере гуманитарной деятельности и на который мы рассчитываем повести вперед проекты, связанные с коммерческими вопросами и с работой в этом направлении. Подчас визиту у провинцию Парма вытворцы наведали традиционные предприемства по вытворчасти сыра пармезан и вяндлины прошута. Керавництво предприемства по вытворчасти вяндлины выказало пожадание проехать до нас в область с деловым визитом. Губернатор региона за даванением запросил наведать наш регион. Не все, что побачили гамельчане на Апенинах, можно увасобить на белорусской земле, а лишь корыстные уроки отрымали. Як буде выканено хатнее задание, спытает губернатор в области Владимир Дворник. Час покажет, на кольке отрымалось замасывать деловые стасунки и увасобить в життё передовый опыт итальянских сельгазвитворцев. В Ольга Рабикова, Александр Александровнец, Итальянская Республика, Парма. В Гомельском районе завершился международный взлет юных выратовальников, у яким удельничали команды с 15 краин. На протягу тыдня они споборничали, вывучали азы безпеки, демонстровали творчие таленты. Одным же самых ярких фрагментов стала презентация палаточных городков, за якой назирала наша здымочная бригада. Палаточный лагерь у гетый день стал территорией фантазии и креативу, яким не было межау. Одни сустракали наведвальников хлебом с солью, а то и молочным поросем. Иншие активно включали делегацию у конкурсы и выпробований, не глядячи на чины и ранги. У театрализованных показах приводилися маловядомые и цикавые факты из истории пожарной службы. Она исновала и в Египте, часу Клеопатры, и в окупованном подчас войны Могилёве, где пожарные, рызыкуючи житём, допомагали мясцовым подпольщикам. Самым же ярким стало шоу, якое показали гости из Минска. У своем лагере я неувособили атмосферу творов Ильфа и Пятрова. Мы совместили два фильма «Золотой телёнок» и «12 стульев», составили композицию из нашей пожарной каланчи, из того, как Остап Бендер представляет лагерь, как он говорит, что вдруг он затеял где-то пожар, и как избежать этого пожара, дабы сам потом не вляпаться в то, что наделал. Намагания у всех удельников были отзначены подарунками от организаторов Министерства по надзвучайных ситуациях и Министерства адвокации. Конечно же, удивляют, восхищают своим отношением, своими талантами. И, конечно же, находят такие факты, что и нам, взрослым, порой приходится слушать и где-то, наверное, неуютно себя чувствовать, потому что не все это знаешь. Поэтому мы эту работу ведем давно и, конечно же, будем продолжать. Самое главное в таких мероприятиях – это то, что мы и историю нашу помним и не забываем. И здесь ребята продемонстрировали то, что они знают историю развития и пожарной службы белорусской, и историю Белоруссии, и Великой Отечественной войны звучала. Это очень важные элементы воспитания. А самое главное – то, что есть возможность, и мы такую возможность предоставляем детям нашим с толком и с большой пользой провести время. Руслан Пролясковский, Олеса Рудянкова, Игорь Марышченко, телерадиокампания «Гомель». Удержавтоинспекция Управление внутренних справ Гомельского облывы Конкама прокомментировали ДТЗ, якое отбылось на минулым тыдни с тяжарной жанчиной. Нагадаем, лечилось, что жанчиноводитель на 9-м месяце тяжарности стратила дитя за аварии. Сдымки с места здарения першими отримали наши светлогорские коллеги. На виды деталево зафиксована ДТЗ на 77-м километре автодороги «Октябрьский» пары Черечица. По сегодняшних дадзиных жанчина на автомобиле «Опель» рухалася по своей полосе на великой, але дозволенной на этом участку худкости. Перед ней у той же полосе рухался лесовоз «МАЗ» с причепом без грузу. Его худкость была значительно меньшей, чем у «Опеля». Водитель легковушки не снизила худкость руху навод при критичном сближении с «МАЗом» и учинила наезд на грузовик. По информации, яка заразу докладняется, причиной стало то, что минавито у гэты «Момант» 35-годовой жанчине-водителю стала дрэнна. Кучай за все за патологии тяжарности, яка узникла значительно ранее. Минавито тому и отбылось ДТЗ. Кончатковые выники будут тягучены поздней, зараз ведется следство. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина была доставлена в больницу. Ее травмы совместимы с жизнью. На данный момент проводятся все соответствующие проверки, по какой причине она врезалась в попутно двигавшийся автомобиль «МАЗ» и другие экспертизы. Профилактика алкоголизму, наркомании и куренне стала основной темой флешмобы, яке пройшли во усіх районах Гомеля. У мероприемствах приняли удел больше, як 800 школьников. Пропаганда здорового ладу життя – неотъемная частка летней оздоровленшей кампании. Форм работы с подрастающим поколением шмат, и флешмоб – одна з їх. Во усіх районах города мероприемства почалися одночасово. У делу их примали выхованцы пришкольных летних лагерів. Дети у займальной форме рассказывали об каштовности здоровья, корыстности физкультуры и спорту, и шкодності наркотиків, алкоголю і титуню. Тільки выступлением усе не обмежавалося. Глядачам і прохожим роздавали тематичні листовки. Своє ставлення до здорового ладу життя можна було адлюструвати на асфальте і плакатах. В летніх оздоровительних лагерях с воспитанниками проводяться разнообразные мероприятия различних направлень. Одною із форм является флешмоб. Это более массовая форма, более интересная детям. Хотя и другие мероприятия других форм, они так же воспринимаются детьми на ура, они активно всегда участвуют. У Гомельским областным драматичным театра отбылась и премьера спектакля «На всякого мудраца доволі простоты» по мотивах п'есы Александра Астровского. Який життёвый шлях выбрать, як худко побудовать карьеру и завоевать становище в громадстве, а затем не стратить репутацию. На гэта и многие іншые пытания можно знайсті отказ пачас прагляду спектакля. Камеды адлюстровывая, меняется час, а норовы людей разом с тым застаються ранейшими. На премьеры п'есы, якая была написана у 19-м стаходзі, але не губляя сваю актуальності у 21-м, пабывала Вероника Ворошилина. По традиции, открытию и закрытию театрального сезона в Гомельском областном драматичном театре отзнашается премьерой. Не глядячи на сезон отпочинка, у зале «Аншалах». Перед спектаклем «Урашистый момент». Узнагарожені представников широго сродка масовой информации за поспяховое супрасовніство у 76-м театральном сезоні. Даречи, подяку от областного драматичного театра отримав і колектив телерадоакампании «Гомель». Для завершення шаргового театрального сезона была обрана премьера спектакля, но всякого мудрацца доволі простоты по мотивах п'єста Александра Островскага. По сюжеті разумный і дальнобашний молодий чоловік Ягор Глумов, втомленный бідністю, неладкованністю, прямая рашенні заробіць кар'єру і худко вибіцца у людзі. Шляхом лістівості і догаджальніства юн утірається у довіру уплывавых особ і доволі худко рухається до визначанной мэты. Кабніг сутешить своє самолюбство, Глумов варашає вісті дзеніку, якім высмєєва і здекваецца над сквапністю і глупствам тих, шыю і допамогай майя намір паскорай свій шлях згразі ў князі. Але адноючы саркастычны дзенік трапляю рукі граманскасті. Камедія высмєєва і цінічна разлік і низкі учынкі молодога Ягора Глумова і яго сваякоў саудельнікаў сталага взросту. Яна так сама длюстровая, міняється шанс, а Ленорова людей застаються ранейшими. П'єса не губляє свої актуальності і зараз. Боў житі далеко не завсёды. Мэтта оправдыває сродки. Те жертвы, які ми приносим, не всегда имеють ту цену, ради которой стоїть добиваться цели. Иногда фінал становиться печальним, потому що многое, то, що ти оставила за своїми плечами друзей, свої нравственні принципи, мораль, не даюті возможності насладіться дастігнутым результатом. У целом, 76-й театральний сізон для колективу Гумельського областного драматичного театра був достатково насыченым. Шматліки гастролі, прем'єры, проведення 12-го Международного фестивалю театрального мастацтва, славянські театральні сустречі. А так само святкаванні 75-гадовага юбілея театра. Дарычі і наступный театральний сізон об'яцая быть доволі насыченым. Глядаш шоу шокають тікаві прем'єры, проєкті і мероприємства. Зараз готовиться прем'єрний спектакль, в якому ми будемо відкривати новий сізон. Приїхала молодая режіссер, яка готовить спектакль, де піднімаються теми і проблеми молод'єжі. Також готовим в октєбрі парад-прем'єр. Буде у нас цілая неделя, де будуть вистроювати всі прем'єрні спектакли. І на следующий год парад-сказок. У нас будуть нові сказки. І планируємо новогодні мероприятия для взрослых, не тільки для дітей. І продовжаємо роботати над музикально-театральним своїм салоном. Вероніка Ворошилина, Юр Марышчанка, телерадуя компанія «Гомель». Протягується реалізація масштабного профілактичного проєкта «Гомельський район. Территорія без наркотиків». Чарговий етап пройшов у оздоровленчих лагерах, Сожських берах і Чонківський бор. Роб'яты стали удзельниками акції «Спорт супраць наркотиків». Проєкт «Гомельський район. Территорія без наркотиків» Реалізується по п'яти напрямках. Усі яны накераваны на одному. Показаць молоді, що існує шмат альтернатив для самореалізації. І спорт – одна з їх. От цієї акції ми лишній раз обратиювання і родителі, і дітей на те, що кроме якісь негативніх явління є і хороше заняття. Це спорт, це віддак, це культурно-масове мероприятие. Традиційно в акції приняли у дзел знакамітоя спортсмена. На гэты раз запросили санбіста Євгена Семачкіна і дзюдаїста Ігора Макарова. Іх поспіхи – добрий приклад для юнаков і дзяўшат. Мероприємства розплановали так, як ніхто не застався без справи. У програмі були з поборництву по волейболі, футболі і настольному теннісі. Так само можна було поспробувати свої сили у фігурному адженні велосипеда і карта. Виявили мацнейших і у спартланды. Самым маленьким показали спектакль, а з подлетками волонтёры одногодки провели тренинги. Ми должны промотивувати інших дітей, щоб вони тож були за здоровий образ жизни, за спорт і нет наркотиків. Що жизнені цели в першу чергу важны, і що з наркотиками нет будущого. Проект «Гомельський район. Территорія без наркотиків» розличны на один год. Однак, по словах организатора, ённа Баяскова буде мець протяг. Але махчыма ў іншім формате. Эта акція буде проходить і далі, але може бути в следующем году по другому направлению. Це може бути музика, искусство, сельське хозяйство, промышленность. То есть, достаточно много людей, о которых нужно рассказывать. Максим Савін, Ігор Марышенко, телерадиокампанія «Гомель». У обласной универсальной бібліотеці «Мя Ленина» открылась і персональная выстава гомельського фотографа Артёма Якубенкі. Экспозиція представляє сабой каля 20 фотосдымків, зробленных аутром на протягу його професійной дзейності. Выстава проходить у рамках молодёжного проекта «Пакаління мы», який у гэтым годі проходить у обласной бібліотеці «Мя Ленина» по ініціативі її супрацовнікаў. З моменту яго стартова установя ўжо побывалі танцевальныя колективы, музыканты і поэты. Зараз усі жадаюча змаглі познайоміцца з незвычайным і чароным светом фотографіям. Свої творчі работы представіў молоды гомельські фотограф Артём Якубенка. Фотомастак робіў свої шедевры на протягу професійной дзейності. На здымках увасоблены разнастайныя моманты і падзеи, якія хвалюеці аутара. І на гэтым наш выпуск завершаны. Усяху вам самага добрага і да новых сустречу ефіры.